В Фокино возобновились занятия в школе юных КВНщиков. В финале трехдневного обучения состоялась показательная игра школьных команд. За выступлением ребят вместе со зрителями и жюри наблюдала съемочная группа Тихоокеанского телевидения. После двухлетнего перерыва в ЗАТО Фокино вновь вернулся к КВН. В минувшие выходные на базе 256-й школы прошли занятия в школе Приморского клуба веселых и находчивых. Обучение школьников городского округа провели известные в Приморском крае КВНщики Богдан Колин и Ирина Обзиряева. После теоретической подготовки в заключительный день курса ребята показали на практике, чему они научились за несколько дней. До этого были лекции о том, как писать шутки. И кроме того, не только теория, но и практика. Ребята показывали на редактурах свои выступления. Мы говорили, что смешно, что не смешно. И они чему-то учились, и сегодня это все покажется. В финальной игре приняли участие 8 школьных команд городского округа. Программа выступления включала в себя только один конкурс – приветствие. С учетом того, что у ребят было слишком мало времени на подготовку, а условия конкурса оказались довольно сложными. За несколько минут требовалось представить команду и каждого участника, причем сделать это по возможности весело и с юмором, проявив по максимуму свои таланты и возможности. Задача трудная, но вполне выполнимая. Ребята с успехом доказали это. 56! Здравствуй, ведь КВН – это игра наша! И наши патчи гениальны! Мы поступим в КВН! Хотя какой тут КВН, что дорога только в Денку! Мы родили КВН, ПК – это наша заплука! Тут девочки на сцене, и это просто жень! Ладно, мы помаду номер 256! Здравствуй, 56! Зрители тепло встречали каждую команду. Что неудивительно, за несколько дней общения участники Фокинской школы КВН сдружились и стали больше соратниками, чем соперниками. Более объективным было компетентное жюри, в состав которого вошли учителя фокинских школ, директор управления образования округа, опытные игроки КВН-лиги. Правда, и маститым профессионалам было непросто оставаться здесь беспристрастными. Потому что это все-таки творчество. Творчество, оно субъективно, его очень сложно оценить, а дети показывают здесь именно, так сказать, свое видение мира, его рефлексируют и реализуют через юмор. Поэтому нет экзамена. Есть игра, где, конечно же, члены жюри оценивают, выбирают победителя, лучшую шутку, актера, актрису, но это не является объективной оценкой. То есть, если ребенок показал выступление, но не выиграл, но считает крутым, он имеет на это полное право. По итогам финальной игры жюри определило победителей в номинациях. Лучший актер, лучшая актриса, самая смешная шутка. Оценили выступления команд также зрители. По результатам онлайн-голосования приз зрительских симпатий получила команда «Палата номер 256». Выпуск школы КВН завершился абсолютной победой каждого участника. В дальнейшем именно этим ребятам предстоит собрать КВНовские команды в своих школах, чтобы принять участие в играх Фокинской лиги клуба «Веселых и находчивых». Ребята составили свои команды, они наработали материал, и дальше они пойдут работать в школах, у себя развивать это направление, и готовятся к игре городской, которая у нас состоится в марте месяце. То есть там у нас уже будет городская игра, все по-взрослому, как и было раньше. В будущем лучшие КВНовские команды смогут выступать в Приморской юниор-лиге, где будут представлять и отстаивать честь Фокина. Но для того, чтобы амбициозные планы стали реальностью, нужно серьезно и долго работать, верить в свою мечту и любить замечательную игру КВН.